В открытии форума и его пленарной части приняли участие первые лица региона, представители социальной защиты населения, более 40 женсоветов от муниципалитетов Алтайского края и не только. Вы сегодня, барнаульцы, принимаете форум, который обнимает все ценности, выше которых нет в нашей жизни. И опять хочется поклониться тем нашим советам женщин, которые в полном смысле являются, как говорил президент, духовными скрепами на местах. Глава региона поздравил женщин и отметил, что с самого начала боевых действий в зоне СВО совет женщин поддерживает военнослужащих на передовой и жители новых российских регионов. Кроме того, совет помогает и детям, занимаясь подготовкой детских оздоровительных лагерей к лету, школ к учебному году, проверкой качества горячего питания. Это все лежит на их хрупких, но сильных плечах. Значимыми для вас всегда остаются вопросы, связанные с семьей и детьми. Спасибо, дорогие женщины, за неоценимую помощь, которую вы оказываете муниципалитетам, а главное – его жители. В свою очередь от имени совета женщин Валентина Косинова поблагодарила главу города и обратилась с просьбой продолжить работу на посту. Мы видим то отношение главы, какое именно к горожанам. Поэтому я от совета женщин выражаю слова благодарности главе нашему Вячеславу Генриховичу Франку. И самое главное – мы бы хотели, чтобы он принял участие в тех выборах, которые были объявлены нашей Барнаульской городской думой. Самая торжественная часть форума – поощрение за заслуги. Глава города Вячеслав Франк и председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич наградили членов Совета женщин почетными грамотами. После пленарного заседания участницы форума продолжили работу на городских площадках. Елена Кузовкина, Мария Костылева. День с толком. Продолжение следует...